Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья! Говорит и показывает Всемирный Центр Блейно, Бриту, Лам из города Герои Ушалайма. В широком смысле этого слова у нас сегодня уже 14-е Яра, 5, 7, 8, 1. 14-е Яра – это второй песок. Как известно, согласно Торе, тот, кто не успел принести пасхальную жертву, то есть есть ее в первый песок, делает это во второй, ровно через месяц. К сожалению, мы еще не дошли до этого, но я надеюсь, что со временем дойдем. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что Рамбом говорит про отношения между людьми. Я повторяю, мы знакомимся с книгой Мишне Туа. И сегодня я хотел бы ознакомиться именно с этой главой, которая говорит об отношениях между людьми. Прежде всего, есть мысль у Рамбома, которая очень распространена, и которая у него, это очень мысль такая, я бы сказал, основная, которая проходит красной нитью через все его работы, это то, что человек – это существо общественное, и поэтому он находится под влиянием окружающей среды. То есть человек – это существо, которое не живет отдельно. И поэтому всегда и мы влияем на окружающих, и окружающие влияют на нас. Поэтому здесь Рамбом начинает с того, что человек по своей природе создан таким образом, что он смотрит, учится и подвержен влиянию окружающих. И он живет так, и воспринимает жизнь так, как это действует, как это принято у окружающих. И действительно, если мы с вами посмотрим, человек вырос в определенной среде, ребенок, например, понятно, что то, как поступают взрослые, это пример для подражания. Он знает, что вот так нужно себя вести, так нужно делать, у них вот учится. И поэтому, говорит Рамбом, чрезвычайно важно выбрать себе правильную среду обитания. То есть понятно, что ребенок, он ничего не выбирает, но когда человек вырастает, начинает сравнивать, когда у него появляются какие-то другие примеры поведения, не только те, которые он видит в своем ближайшем окружении, то он начинает сравнивать и приходить к выводу, если, повторяю, если у него есть такая возможность, что есть такие места, такие общества, в которых действительно, действительно люди ведут себя по-другому. И поэтому, говорит Рамбом, человек должен понимать, что если, согласно его мнению, если человек пришел к такому выводу, что люди, его окружение, то общество, которое его окружает, оно нехорошее, то он должен принять решение оставить то общество и перейти в общество другое. Опять же, повторяю, для этого у человека должны быть какие-то примеры для сравнения и какие-то образцы. Понятно, что это непросто, но когда человек начинает думать и сравнивать, он начинает понимать, вот здесь вот люди ведут себя правильно, а там неправильно. Поэтому вот такой уже взрослый и осознанный человек для Рамба, он осознает, что там, где он находится, люди этого круга на него влияют. И поэтому эту окружающую среду человек может и должен по Рамбову выбирать. И он говорит так, смотри, если человек живет в какой-то стране или в каком-то городе, неважно, в каком-то месте, в котором он видит, что культура там, обычаи там аморальные, нехорошие, тогда он должен оставить это место и идти в другое, где люди ведут себя лучше. То есть, если он знает, допустим, в нашей деревне люди ведут себя плохо, а вот в той деревне совсем другая атмосфера, там хорошие люди, и я поеду к хорошим людям. Почему? Потому что я хочу, чтобы хорошие люди на меня влияли, а не плохие. Если я останусь среди плохих людей, то они будут влиять на меня негативно. И поэтому человек должен выбирать то место, которое влияет на него позитивно. И здесь Рамбун делает примечание, он говорит, но если он знает и слышал, что все места, все страны или все города, о которых он слышал, все они ведут себя плохо. То есть, здесь легко решить проблему относительно, если он знает, вот здесь плохо, а там хорошо, или наоборот. Но если есть такое положение, когда все, во всех местах люди, по его мнению, ведут себя плохо, или, по крайней мере, он не слышал ничего другого, что ему тогда делать? Причем, интересно, Рамбун здесь замечает, как в наше время, то есть в его время, а Рамбун жил где-то 800 лет назад, в его время, в его время уже люди вели себя. Все места, которые он знал, все страны ведут себя плохо. Что тогда делает человек? А, еще он говорит, смотрите, или он знает, что во всех местах плохая моральная среда, или же человек не может, иногда человек не может покинуть свое место по разным причинам. Например, из-за того, что невозможно из одного места переглиться в другое, есть всякие войны, есть всякие войны там, есть всякие эти самые, есть всякие войны, есть всякие какие-то землетрясения, да мало ли что, разбойники. Или же, например, человек, он очень болен, да, он не может так передвигаться с одной стороны в другую. Но в этом случае, говорит, что он делает Рамбом? В этом случае он должен уединиться, уединиться и жить отдельно от общества, да. Это не просто, поскольку человек, это человек, который, это существо, которое живет коллективно в обществе, и вдруг ему предлагается уйти от этого общества. Ну, говорит, окей, я уединяюсь. Я живу сам по себе, потому что я не хочу связываться вот с этими окружающими нехорошими людьми. Многие травмы, есть случаи еще хуже, когда человек говорит, смотри, когда человеку окружающие не дают возможности жить среди них, но при этом не быть частью их общества. Как же так? Ты что лучше, нас не даешь? Они ему всячески мешают. И в этом случае, и они ему говорят, смотри, или ты становишься частью нас, и ведешь себя, как мы, и живешь по нашей культуре, или мы тебе вообще не дадим жить. В таком случае, говорит Рамбам, человек должен выйти и уйти и в пещеры, и в какие-то тоннели, и в пустыни, где он сможет жить отдельно. И здесь он даже цитирует Ермияу, который сказал, кто бы дал мне вот такой дом где-нибудь в пустыне, куда бы я ушел от этого развратного общества. Надо сказать, что это крайняя мера, потому что и Рамбам все время говорит и учит нас тому, что человек – это существо, которое живет в обществе и должно жить нормально в доме, не в пустыне, и семейной жизни, и работать, и так далее, и так далее. Но обратите внимание, что когда речь идет о влиянии, моральном влиянии на человека, тут Рамбам без компромиссия, он говорит, лучше уйди куда-нибудь в пещеры, лучше уйди куда-нибудь в пустыню, только не будь частью вот этого ужасного общества. Надо сказать, что вот эти инструкции, они относятся, наверное, к большинству людей. Почему? Потому что большинство людей, оно, как правило, подвергается влиянию окружающих. Но бывают люди, лидеры, которые сами влияют на окружающих, и тут всегда приходит в голову нам, естественно, образ нашего отца Авраама. Авраам был один в этом ужасном мире, идолопоклонском. И мало того, что он не ушел в пустыню и не отделился, наоборот, он шел и агитировал, и учил людей, и за ним шли тысячи, как говорят, опять же, Гитрамбов в соответствующем месте. То есть все здесь зависит от того, о ком идет речь. Или же я человек слабый, который подвергается влиянию окружающих, а очень трудно не подвергнуться. И тогда действительно мне нужно искать то место, то общество, в котором бы действительно я подвергался влиянию хороших людей. Но если я, к примеру, сильный человек морально и могу повлиять на окружающих, то наоборот, мне нужно на них влиять, потому что если я от них убегу, то я, может быть, оберегу себя от их ужасного влияния и поведения. Но они-то будут портиться еще дальше. Мы видим, например, в этом разница между Авраамом и Лотом. Лот пошел в сдом, и сдом на него повлиял. А вот если бы Авраам пошел в сдом, или стал бы его царем, то, наверное, он бы их исправил. Поэтому вопрос всегда стоит так. Или же я подвергаюсь влиянию, или я влияю на окружающих. Понятно, не всегда это 100% в одну сторону, всегда есть пропорции, проценты. Но два этих пути, они легитимны. Здесь Авраамом говорит именно про людей, которые подвергаются влиянию. И из этого я хочу подчеркнуть, насколько важно и принципиально создавать вот эти общины бнейнох, понимаете? Потому что общины бнейнох, это позволяет людям быть в каком-то обществе единомышленников, общаться, вместе отмечать праздники, молиться, учиться, жениться, и так далее, и так далее. Поэтому мне всегда приходит это сравнение с Авраамом. Бнейнох, они все как Авраам. Они одни единицы в море людей, которые часто их не понимают и живут другими совершенно интересами и нравами. Но если есть такая возможность повлиять на окружающих и создать хотя бы минимальные вот такие ячейки на местах, не просто в интернете встречаться, а вот именно на месте, чтобы была какая-то среда общения, это очень-очень, мне кажется, важно. И мне кажется, что это, наверное, самая главная и актуальная задача движения бнейнох на сегодняшний день создания общим деймом. И неважно, пусть это будет два человека, три человека, две семьи, но когда уже есть, допустим, одна семья или две семьи, или какие-то люди, которые общаются между собой, они вокруг себя создают вот это поле и внутри этого поля сами обогащаются взаимодействиями. Они не одни. Самое тяжело, самое тяжелое быть одного. Здесь наш рамок пишет о том, что действительно есть митцва и заповедь приближаться к мудрецам Израиля. Понятно, что если человек не учится, не приближается к мудрецам Израиля, откуда он узнает то и как дальше жить, эта вещь очень простая, не нуждается в объяснении, поскольку нужен какой-то источник. То есть, если я ни у кого не учусь, откуда я знаю, куда, как и что. Должен быть координационный центр. Опять же, лучше всего, если это на местах. Могут найти какого-то местного рама, который занимается в Нейнох. Есть такие места. Кстати, интересно, если у вас появляются вот эти вопросы, я думаю, что стоит их задавать, например, Нехаме. Нехама, наша Нехама Семенович, она занимается, она как раз очень хорошо знает Нехам, да и Натам, наверное, знают очень хорошо вот эти местные ситуации, в каком месте есть общины, кому обратиться и так далее, и так далее. Потому что у меня, например, нет этой общей картины. И вот здесь мы подходим к той митцве, к той заповеди, которая называется «Люби ближнего, как себя». И здесь, конечно, нужно объяснить. Казалось бы, странно, Тора говорит «И люби ближнего, как себя». Приходят люди, многие, двуногие, говорят «Что же это такое, ближнего?» А вот это нехорошо любить ближнего, это эгоистично. Давайте любить дальнего. И, казалось бы, это звучит действительно очень красиво. Но если посмотреть на это внимательно, то обратное становится очевидным. Почему? Потому что любить дальнего это совсем не экзамен моей моральности. Например, я не знаю, в Индонезии живут множество людей, с которыми у меня нет ни малейших споров, проблем, конкуренции, ничего. Я очень люблю, например, всех индонезийцев. До одного, включая все их правительство и депутатов, и их парламента. Потому что где они и где я, никакой связи, никакого пересечения. Но именно с людьми из моего окружения, мои знакомые, семья прежде всего, семья, работа, соседи и так далее, с ними возникают все время споры. Все знают. Потому что именно с ближними у меня всегда трение. Потому что с ближними у меня всегда конкуренция. Понимаете? Любить дальнего – это совсем несложно. Часто люди предпочитают любить дальнего, чтобы избежать проблемы с ближним. И поэтому, трога дине, экзамен твоей моральности состоит в том, чтобы ты научился любить ближнего, несмотря на то, что это очень тяжело. Потому что с ним ты соприкасаешься, с ним ты конкурируешь, с ним у тебя возникают споры. А вот здесь это совсем непросто. Несмотря на бесконечные споры, трение, конкуренцию на то, что мы все время рядом друг с другом, вот после всего этого несогласия и всех этих споров любить ближнего, вот это действительно большой-большой моральный вызов. И человек, который научился или может научиться любить своего ближнего, вот после этого он может распространить свою любовь на дальних. И поэтому экзамен человека именно в том и состоит, чтобы доладить свои позитивные отношения с ближайшим окружением. Попробуй это сделать. Причем, повторяю, речь идет именно о ближних в самом простом смысле этого слова. Это своя семья. Сколько людей есть на белом свете, которые готовы помогать в решении любых проблем. Там леса в Амазонке, я не знаю, все какие-то вещи. В космос, может быть, летают, еще что-то делают. А вот ты глядишь с родителями, у них отношения не вышли или с детьми у них отношения не вышли. Есть такие люди, которые со своими детьми десятилетиями не разговаривают. Ты вроде видишь, человек такой замечательный, всем помогает, хороший, а со своими детьми он уже десятилетиями не разговаривает. Понятно, что здесь есть какая-то проблема. Поэтому именно любовь к ближнему, она появляется моральным экзаменом. Если я смогу любить ближних, несмотря на все те трения, споры и конкуренцию, которая есть между ними, вот она, посмотрим. И действительно, все люди, у которых есть, допустим, братья и сестры, понятно, что дети все время находятся между собой в состоянии конкуренции за внимание родителей. Это самая простая вещь. Поэтому отношения между братьями и сестрами совсем непростые. Когда они вырастают, они преодолевают это, понимая, что каждый уникален. Но когда дети маленькие, они просто между собой воюют. Каждый это знает. После этого арабам говорит, смотри, есть еще у нас заповедь любить Гер. Да, это заповедь на Израиле. Гер – это человек, который присоединился к еврейскому народу. Он был, не знаю, французом, китайцем, русским, украинцем. Есть самые разные совершенно варианты. Японцем, арабам, кем угодно. И решил присоединиться к еврейскому народу. Как известно, мы его должны прежде всего отговаривать. Потому что мы ему говорим, слушай, зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? У нас жизнь сложная, судьба непростая, войны, преследования, да и потом еще и Тура с такими невероятными требованиями. Тебе это надо? Тем не менее, если он такой упрямый, все оставляет, свой народ, свою семью и готов стать частью Израиля, тогда мы его принимаем. И есть по этому поводу специальная заповедь, дополнительная любить его. То есть, есть у меня заповедь, первое, любить каждого еврея, поскольку он ближний. К этому есть особая дополнительная заповедь, любить Гера, того, кто присоединился. И поэтому, говорит, Раба, получается, что здесь есть две заповеди, любить его как часть народа, как ближнего, и еще как отдельно по категории Гер. И мы видим с вами, насколько Тора подчеркивает на протяжении, на протяжении всей Торы мы видим подчеркивание, что нельзя обижать Гера, надо помогать, надо любить и так далее, и так далее. И это тоже непросто, понимаете, потому что, опять же, человек пришел из другого народа, из другого общества и стал частью твоего. Например, вдруг, на что это похоже, да, хочу привести пример. Например, есть семья, и есть люди, которые берут и принимают себе детей чужих на воспитание. У них, допустим, приемный сын, приемная дочь. Я знаю таких людей, вот у нас в нашей деревне Уфра, буквально на соседней улице, я знаю людей, у которых и своих-то там было детей несколько. И они решили еще и принять, вот, не просто принять, а сделать частью своей семьи еще одного, еще одного ребенка, мальчика, не помню, какого возраста его взяли, но возраст, понимаете, не какой-то там младенческий, который не понимает. Нет, это уже взрослый, сознательный человек, и он становится частью семьи. Понятно, что это непросто, потому что, опять же, если есть конкуренция, он приходит из другого мира, они думают, рэго-рэго, может, он что-нибудь у нас возьмет, отнимет внимание и так далее, и так далее. Иными словами, есть здесь определенного рода проблема, и поэтому снова этот самый вызов, и поэтому столько заповедей любить, любить Гер. теперь, мне кажется, очень важным, Рамбам дает нам инструкцию по поводу того, как строить отношения с человеком, который тебя обидел, например, меня обидел, сказал мне, кто-то такой, иди отсюда. допустим, такой случай. Что мне делать? Азрама говорит, смотри, ты не можешь, ты не должен таить ненависть к нему, злобу, в себе, потому что этого нельзя. А что нужно делать? Ты должен пойти и выяснить с ним тет на тет, что называется, почему он так делал, почему ты меня так обидел, почему, что я тебе сделал, я ничего плохого не делал, ты мне сказал. И если он действительно в результате это выяснение, понятно, еще раз повторяю, выяснение это происходит исключительно между нами, но не происходит публично, никто об этом не должен знать. Он меня обидел, я обиделся, или наоборот, мы должны с ним выяснить эти отношения между собой. И если он попросил у меня прощения в результате этого разговора, я должен его простить и не должен быть жестоким и упрямиться, мол, я тебя не прощу. Попросил прощения, прости. Теперь и здесь Рамба подмечает, что смотри, цель этого выяснения, цель этого укорения, то есть я прихожу к ним и говорю, слушай, зачем ты мне такое сделал, я тебе ничего плохого не сделал, а ты меня вот так обидел и так далее. Цель этого является то, чтобы я не хранил ненависть к нему в своем сердце, потому что если я ничего ему не скажу, не выясню эти отношения, то тогда я буду помнить ему эту обиду и злиться и ненавидеть его вполне возможно всю оставшуюся жизнь. А вот этот Рамба запрещает хранить ненависть к ближнему в сердце. Поэтому я должен пойти с ним выяснить, в результате ситуация прояснится, он попросит прощения и так далее. Новый Рамба, смотри, ты можешь поступить и по-другому, ведь в конце концов цель здесь не то, чтобы вынудить его просить у тебя прощения. Ты можешь сказать, ты можешь пойти на большую уступку, да? Он говорит, смотри, ты можешь сказать, что в конце концов я на него обижаюсь. Он же человек неумный, или ему промыли мозги, или он зомбированный. Короче, толку от него никакого. Он не понимает, что он делает, и поэтому нечего на него злиться. То есть, если я себя уговорил не злиться на него, не ненавидеть его, в сердце своем простил его, как говорят дураков, не обижаются, то тогда, говорит, Рамбом, ты можешь не ходить и не выяснять с ним отношения. Потому что цель этого выяснения, это чтобы у тебя в сердце к нему не осталось ненависть. Но если ты его простил, говорит, ну, что он не обижаться, ну, не понимает, что он делает, тогда нет проблемы. И это, конечно, более высокая ступень моральная, поскольку в этом случае я просто убираю виду своего сердца. И здесь Рамбом даже приводит такие слова, называя его идиот блюте. Значит, слово идиот, оно в Тальмуде используется в том его значении, в котором использовали греки. В греческом языке, в оригинальном значении слово идиот означает рядовой. Рядовой, не начальник. И поэтому очень часто наши мудрецы используют именно в этом плане. Рамбом здесь в своей книге написанной 800 лет назад, может быть, чуть больше, он уже использует слово идиот в понимании близком к нашему, то есть человек глупый. Он говорит, смотри, если ты считаешь, что он полный идиот или у него вообще мозги набекрей, ну, а что, что от него обижаешься, прости ему в своем сердце и оставь его в покое и тогда ему нужно выяснять, потому что иногда, когда ты начинаешь выяснять отношения, они ухудшаются окончательно. Я не помню, кто это сказал, по-моему, Черчи, что лучший способ испортить отношения это начать их выяснять. Поэтому всегда нужно критерием является результат. Если я с ним поговорю и он и он меня и мы с ним наладим отношения выясним и он меня послушает, тогда поговори. Но если ты знаешь, что с ним начнешь говорить, а он еще больше тебя наговорит, так оставь его в покое. Всегда нужно смотреть, каков будет результат. Также здесь Рамбан говорит, я не буду проведить все подробности, Рамбан говорит, что человек когда видит, что другой совершает какое-то нарушение, должен, конечно, ему говорить и указывать и призывать его это прекратить. Но опять же, здесь все построено на том, что он меня послушает. То есть каждый раз, когда я вижу кого-то, кто действует неправильно, плохо, и у меня есть желание сделать ему замечание или призвать его, или убедить его, я всегда должен прежде всего проанализировать и понять, если я начну с ним говорить, оценку, если я начну с ним говорить, это приведет к тому, что он изменит свое мнение, я могу, я смогу его убедить, разговор пройдет на спокойном тоне, с любезностью, тогда да, стоит говорить и стоит убеждать. Но если ты знаешь, или по крайней мере велика возможность, что если начнешь его укорять и убеждать, во-первых, может быть, я не умею укорять и убеждать так, что это не вызовет окончательное зло, может наоборот, он еще больше зазлится и еще побьет меня, и такое может быть. То есть, вместо того, чтобы исправить, ты еще больше испортишь. А в этом случае лучше не говорить. То есть, нужно все время думать, каков результат. Если я вижу, что есть здесь возможность достигнуть какого-то успокоения и примирения, стоит это делать. Но если я знаю, что кончится еще хуже, он будет еще хуже делать, и назло, или я не имею никакой возможности его убедить, и никаких аргументов, он будет надо мной только смеяться и сделать еще хуже, тогда эти вещи, они уже не в моей компетенции. То есть, не всегда, не всегда человек должен идти и укорять, и воспитывать других. Только в случае, если ты сделаешь это с любовью к нему, ради его блага, и в таком тоне, что он действительно это принял. Но если я буду призывать его вести себя хорошо, с дикой злобой и раздражением, то из этого, конечно, ничего хорошего не выйдет, и он меня не послушает. И последнее, о чем я хотел бы сегодня упомянуть, это то, что здесь Рамбом говорит про особое отношение к обиженным категориям, обездоленным. Кто эти обиженные и обездоленные категории? Это сирота и вдова. Вот здесь я хотел бы немножко остановиться, потому что Тура очень много раз подчеркивает, и ты мог бы подумать, ну хорошо, сирота и вдова, но в конце концов, может быть, это касается только людей, которые действительно несчастные, бедные и подвержены угнетению. А здесь Рамбом говорит, смотри, человек должен быть очень внимательным и осторожным в своих отношениях с сиротами и вдовами, потому что душа их очень унижена и поражена, то есть у них есть травма, большая-большая травма. И это несмотря на то, что они богатые или знатные. Он говорит, смотри, например, это может быть вдова царя, вдова царя, и это может быть сироты, которые остались после смерти царя, они может быть все принцы и наследники, тем не менее мы должны по отношению к ним вести себя осторожно и их не обижать, потому что они прошли колоссально, они пережили колоссальную травму, у них есть, они пережили колоссальный кризис в своей жизни, и даже если он сирота царя, все равно он сирота. И потом, не говоря уже о том, что именно люди, которые остаются сиротами после таких великих людей, вполне возможно их положение еще хуже и вдовы, потому что их начинают преследовать, в скобках отмечу, но даже если нет, даже если нет, все равно мы должны быть к ним осторожны. И как же нужно себя вести с ними, говорит Рамба? Нужно говорить с ними мягко, оказывать им уважение, не причинять им ни физическую, ни моральную боль, быть очень внимательным к их имуществу и заботятся об их имуществе, дорожить их имуществом еще больше, чем своим. Их не нервируют, не причиняют боли к сердцу. Короче, с ними не ведут себя жестко, и уж, конечно, нельзя их там проклинать, и убить, и так далее, но это всех нельзя проклинать. И поэтому, говорит Рамба, Тура подчеркивает во многих местах, что если они обидятся и помолятся Всевышним, он всегда их обиду защитит, и могут быть большие неприятности. Но это, говорит, тоже имеет ограничения, потому что когда нельзя вот их действительно вот так не то чтобы мучить, но причинять им можно сказать, что нельзя их учить в жесткой форме, когда это делается для своих целей, для своей выгоды. Но если это учитель, который их учит, или он учит его тор, или учит его какой-нибудь профессии, то понятно, что он должен его наставлять, и тем не менее все равно даже в этих необходимых местах вот этот учитель, мастер, я не знаю, кто бы он ни был, должен вести себя по отношению к ним гораздо более мягко, чем по отношению к другим. И тут возникает вопрос, эго-эго, так ведь в конце концов все люди когда-нибудь становятся сиротами, да? Например, я уже давно сирота, так что же вы, я к тебе потребую особое отношение? Конечно, сироты сиротами считают здесь не все, потому что ко всем нужен особый подход, а сиротами считаются в этом отношении люди, которые еще не живут своей самостоятельной жизни и могут обеспечивать свои потребности, то есть они еще, скажем так, не встали на ноги экономически или социально и так далее. Понятно, что взрослый человек, который живет самостоятельной жизнью, не может говорить, ребята, я сирота, ведите себя по отношению ко мне особым образом, потому что все люди в какой-то момент становятся сиротами. Вот интересно, обратите внимание, что в отношении вдовы нет ограничений. То есть сирота, окей, в какой-то момент человек уже не может говорить, я сирота, я сирота, 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 все сироты, но вдова, вдова, все время, пока она вдова, то есть если она вышла замуж и у нее своя семья, но все время, пока она вдова, она нуждается в особом отношении. И вот эти вот, понятно, что эти категории являются примером, то есть не только сирота и вдова являются категориями вот такими особо, но и любой человек, который пережил какую-то травму, с ним что-то произошло, у него нет родственников, понимаете, позаботятся, понятно, нуждаются в нашем особом отношении. Вот, наверное, и все на сегодняшний день. Есть ли у нас вопросы? Вопросов я не слышу. Может быть, у кого-то не включен микрофон? Окей. Тогда, если вопросов нет, если появятся вопросы, естественно, шлите их филиграммы в нашу чатницу. И я напомню, что мы с вами выбрали время 18.30, поскольку оно мы видим более удобно людям. И тогда мы с вами встречаемся послезавтра в 18.30 в том же месте, в тот же час. Всего хорошего. До свидания. Рабьевна, есть вопрос. Да, есть вопрос. Я хотел задать вопрос на этот случай, если я пришел извиняться и человек не хочет простить меня. На примере что-то сделал, я извиняюсь, но он говорит, я не хочу простить тебя. Я пришел, попросил прощения, он мне сказал, я тебя не прощаю. Может быть, еще попытаться. То есть, когда я вижу, что он просто не хочет и упрямиться, это его проблема. Это его проблема. Мое дело попросить прощения, если он такой упрямый, что не хочет меня прощать, ну, это уже вопрос не ко мне. Я свое дело сделал. А значит, Всевышний тоже уже ну как, как бы прощает меня, если я... Если я перед кем-то провинился, пришел к нему, слушай, я говорю, слушай, я действительно перед тобой провинился, я был не прав так-то и так-то, прости, пожалуйста, то, что я тебе сделал. То его, его, я сразу вам говорю, человек не должен быть жестоким и упрямиться и не прощать. Если он видит, что в мое сожалению искренне, то есть не просто я играю, он говорит, окей, я тебя прощаю. Но если я прошу у него прощения, а он упрямится и злопамятный и такой-такой, это вопрос уже не ко мне, я свое дело сделал, претензия к нему. Понятно. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Это гонит? Да. Окей. Я вижу, что вопроса пока нет, тогда всего хорошего. Вера Фьона имеется. О, есть вопрос. Ну, смотрите, вот. Паузу выдержит. Да, возлюби ближнего, да, люби ближнего. Ну, это же часто заканчивается тем, что ближние садятся на голову и свешивают ноги. Смотри, то, что Всевышний садится на голову, это не то, что... В чем состоит любовь? Нет, не Всевышнего, а ближнего, ближнего. Я понимаю, что... что... в чем проявляется эта любовь ближнего, то, что я должен делать, заботиться о том, чтобы не нанести ему ущерба, прежде всего, или помочь ему в трудной ситуации и так далее. Но ни в коей мере я не должен за него делать его обязанность или брать свою ответственность. Извините. То есть, со своей стороны я должен стараться не наносить ему ущерба, и если он просит у меня помощи, я могу помочь, помочь, но я не могу за него решать его проблемы, это не моя обязанность. Ну, то есть, здесь получается, что я протянул тебе руку, ты ее отверг образно своими поступками, на этом мы с тобой заканчиваем, правильно? Это да, это да. То есть, ни в коем случае человек не должен... Например, есть эта известная заповедь, помните там в Торе, когда, например, едет осел, твоего товарища, и он там упал, и он не может подняться, а ты едешь мимо. Ну, в нашей ситуации это на автомобильных дорогах. Я вижу, что у него есть проблемы, да, и если я умею, могу, я останавливаюсь и помогаю. Но там интересно, вот если подчеркивают, помоги с ним, то есть, если он сам в этом, если он сам делает, пытается там что-то исправить, то я ему помогаю. Но если он сидит и ждет, пока кто-то остановится и сделает за него все, не, извините. Ну, в наше время вот только так, в основном, как бы, другого я не вижу в ближних. Не понял? Ну, сделай за меня ты. Понимаете, у нас все слова. сделай за меня это не любой ближний. Это уже начинается использование ближнего. Нет. Я никого не должен ничего делать ни за кого. Но если человек берет на себя ответственность, сделай, просит у меня помощь, я могу помочь. Окей? Но не делать за него. Ответ принят. Благодарю вас. Ну, я рад. Если у нас назрели, у нас еще вопросы. Всегда нужно какое-то время. Томится, есть пауза, ага, как решили. Окей. Окей. А тогда мы остановимся здесь. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Рабьёна. Спасибо. Шалом. Всего хорошего. Счастливо. Счастливо. Счастливо.